Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко, а мы продолжаем рубрику «Флагманы за копейки». И на сегодняшний день мы говорим о смартфоне Oppo Reno 6 Pro. Это смартфон, который я уже вам показывал, о котором я рассказывал. Вы видели первый видеоролик об этом смартфоне. На сейчас я им уже пользуюсь месяц. У меня накопилось много интересной информации, много опыта использования. И вот этой вот информацией, впечатлениями я хотел бы поделиться с вами. Так что, если вы вдруг интересуетесь, ну, во-первых, вот таким вот смартфоном, или же вы просто интересуетесь вот этой вот категорией «Флагманы за копейки», или просто хотите неплохой, хороший, довольно-таки качественный смартфон за невысокий прайс, то этот видеоролик вам может быть интересен. Потому что пока еще в начале этого видеоролика вы все-таки не знаете, хороший ли смартфон и стоит ли он своих денег или нет. Так что, если тематика интересна, усаживайтесь поудобнее. Смотрим на «Флагман за копейки» Oppo Reno6 Pro. Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо моим подписчикам в Telegram-канале, которые посоветовали купить мне вот этот вот смартфон. Плюс ко всему, вы также можете подписаться на мой Telegram-канал. Там, во-первых, много интересной и полезной информации. Плюс ко всему, я выбрасываю интересные цены, промокоды, скидки, купоны и акции. Из последних вот было «Как покупать товары Bezos за 1 доллар». То есть, очень-очень интересный вариант, потому что там товары есть, которые стоят и 5, и 10 долларов. Может быть, даже дороже. Вы покупаете всего-навсего за 1 доллар. Так что подписывайтесь, будет интересно. Ну и далее. Почему я все-таки еще решил сокупить этот смартфон? Потому что посмотрел, ранее он стоил в 2,5 раза дороже, чем он стоит сейчас. Потом посмотрел перечень характеристик, увидел, что это вполне нормальный, адекватный бренд. И все-таки решил заказать. В итоге получается, что это флагман, ну или практически флагман, а стоит он как бюджетный смартфон. Что, в принципе, очень-очень даже было интересно, и я все-таки приобрел его. И для начала давайте попробуем выяснить, какие подводные камни могли бы быть при покупке вот этого вот смартфона. Прежде всего, хотелось бы сказать, что это стандартная, обычная глобальная версия смартфона, которую вы могли бы купить у себя в стране в онлайн или офлайн магазине. То есть, вы просто-напросто устанавливаете сим-карту, заходите в Google аккаунт, Google сервисы здесь есть, все нормально, вопросов никаких нет. Устанавливаете сим-карту, заходите в свой аккаунт и пользуетесь. Ну, а есть одно небольшое но. Этот смартфон поставляется с вот таким вот зарядным устройством. Это самое обычное, самое простое зарядное устройство, только лишь с тремя ногами, то есть, это обычная британская вилка. И здесь ничего плохого нет, потому что продавец кладет дополнительно адаптер в комплекте, это не проблема. Ну, и переживать также не стоит, потому что по всему, судя по всему, вот эти вот смартфоны или партия смартфонов должна была продаваться на территории Великобритании. Возможно, это остатки, которые до распродают на Алиэкспресс. Я купил, ничего страшного, плохого здесь не вижу. Далее, смартфон приходит полностью запакованный, запечатанный в пленку. Вы можете посмотреть мой предыдущий видеоролик распаковки этого смартфона и увидите, что к чему и как. Ну, и есть еще одно небольшое но, это батарея, так как эта модель не новая, не смартфон, смартфон новый, он полностью запечатан, а модель не новая. И этой модели уже около двух лет на складе он мог пролежать год, полтора, возможно, до двух лет он мог пролежать. И что за это время случилось с батареей, пока неизвестно, но спойлеров делать не буду, но в этом видеоролике, немножко позже, я все-таки расскажу, что с батареей и как она себя ведет. Можно ли считать это минусом или подводным камнем. И первое, о чем я сейчас расскажу, это будет комплект поставки. Это довольно-таки важно, потому что комплект здесь очень даже хороший. Помимо самого смартфона, в комплекте вы найдете силиконовый прозрачный чехол, Type-C кабель для зарядки, зарядное устройство, это быстрое зарядное устройство с мощностью 65 Вт. И на экране смартфона уже будет установлена защитная пленка. И это хорошо, потому что, если взять некоторые аналоги или вовсе, например, флагманские смартфоны, то они там комплектуются только одним Type-C кабелем. А если взять, например, OnePlus смартфоны, то тот же самый OnePlus 10T, о котором я также рассказывал, уже комплектуется только шнуром, зарядным устройством и пленкой на экране. Чехла в комплекте уже нет, поэтому ценим данную комплектацию. Здесь есть все, что нужно для первоначального использования. Корпус и материалы. Так как это практически флагманский смартфон, то и материалы корпуса будут также флагманские. Задняя часть это стекло, центральная рамка это металл. Где сейчас такие материалы корпуса используются? Правильно, в флагманских смартфонах. А сколько они стоят? От 1000 долларов и выше. А этот смартфон стоит дешевле, значительно дешевле, даже в разы дешевле. Об этом поговорим немножко позже. В целом, задняя часть корпуса это приятное матовое стекло, центральная рамка металл. В руках смартфон очень хорошо и приятно ощущается. Плюс ко всему, когда держишь этот смартфон в руках, понимаешь, что у тебя не какая-нибудь дешевая бюджетная пластиковая игрушка, а какой-то довольно-таки качественный, хороший смартфон. Плюс ко всему пару слов хотелось бы сказать по поводу габаритов. В сравнении с, например, тем же самым Realme GT Neo 2, 3 и 5. Это среднестатистический смартфон по габаритам 22-23 года. Ну и посмотрите, Oppo меньше по высоте, Oppo значительно меньше по ширине и толщина у них будет примерно одинаковая. Но когда держишь оба смартфона в руках, они ощущаются абсолютно по-разному. Во-первых, Oppo более компактный, во-вторых, Oppo более, кажется, добротным и вес у него не меньше, чем у Realme GT Neo 2. Во всяком случае, я бы этот смартфон на сегодняшний день назвал относительно компактным. Очень приятный по ощущениям получился смартфон. Здесь скошенные грани как с фронтальной части, так и с тыльной. Очень приятный, когда держишь его в руке. Плюс ко всему это небольшой смартфон, относительно компактный. Ну и очень приятно еще осознавать то, что здесь хорошие флагманские материалы корпуса. Но платим-то мы не как за флагман, а как за практически бюджетное устройство. На портах и разъемах детально останавливаться не буду. Скажу лишь только то, что на нижней грани расположен сим-литок, в который можно установить одновременно две сим-карты. Кнопка питания и качелька регулировки громкости разнесены по разных гранях. На верхней грани расположен дополнительный микрофон для шумоподавления. И разъема для проводных наушников здесь нет. Дисплей. В смартфоне установлен AMOLED дисплей с диагональю 6,55 дюймов с разрешением Full HD+. Несмотря на то, что здесь стандартное разрешение Full HD+, то плотность пикселя все равно получается довольно-таки высокая. И изображение на дисплее очень-очень даже хорошее, резкое, четкое. Здесь вопросов никаких не возникает. Частота дисплея здесь 90 Гц. И возможно на сегодняшний день, на 2023 год, это не максимальная частота дисплея. К слову, есть возможность выбрать 60 или 90 Гц. Несмотря на то, что здесь частота дисплея 90 Гц, все равно смартфон плавный, шустрый, быстрый и пользоваться им очень даже приятно. Плюс ко всему, разницу в частоте дисплея 90 и 120 может увидеть не каждый. И я бы даже так сказал, мало кто может заметить разницу. Даже если сравнивать, рядом оба смартфона с частотой 90 и 120 Гц. Запас по яркости здесь также очень даже хороший. На максимальной яркости можно отлично просматривать и видеть всю информацию на улице, в пасмурную погоду и даже на ярком солнце. Сразу же пару слов хотелось бы сказать по поводу скошенных грани. Здесь не совсем дисплей водопад, но грани скошены. И, во-первых, выглядит это очень классно, ощущается приятно. И смартфоном пользоваться скругленными гранями очень приятно. Жесты управления смартфонов делать очень-очень даже приятно. Но здесь есть, конечно же, некоторые свои минусы. Например, защиту дисплея подобрать будет тяжелее. Например, какое-нибудь защитное стекло лучше, наверное, будет использовать пленки по типу как вот это вот или какие-то другие. Я уже на других смартфонах показывал, например, Pixel 7 Pro. Какие пленки можно устанавливать. По поводу дисплея также хотелось бы отметить цветовой режим дисплея. Есть возможность настройки яркие цвета, естественные, и вы можете дополнительно настроить холодные или теплые оттенки. Скажу так, по умолчанию калибровка очень даже неплохая. Я использую яркие цвета, белый, неплохой, белый. Неплохо сам по себе дисплей откалиброван. Отличные цвета, отличная цветопередача. И даже при отклонении от прямого угла практически нет какой-либо инверсии, уходов, какие-нибудь паразитные оттенки. По поводу шим и мерцания я сейчас много рассказывать не буду. Посмотрев информацию в сети, что на минимальных уровнях яркости дисплея шим немного высоковат. Но не за облачные значения, как в некоторых, не буду говорить в каких смартфонах. Скажу по себе, я какого-либо дискомфорта не ощущал. Ну а подробные данные я уже озвучу в полном подробном обзоре и опыте использования этого смартфона. Always On Display здесь также присутствует. Он нормальный, полноценный. Информация отображается, все уведомления приходят. Значки пропущенных уведомлений также отображаются на Always On Display. Дисплей в итоге получился очень даже хорошим. Мне он понравился. А еще хотелось бы отметить наличие темной темы. Да, для многих это не новинка. Но хотелось бы отметить то, что темную тему я использую не часто. Можно даже сказать редко. И мало в каких смартфонах. Потому что не у всех смартфонов мне она нравится. И не особо нравится, как отображаются цвета и черный цвет. Здесь по умолчанию, без каких-либо настройок и калибровок, темная тема прекрасная, отличная. И я темной темой пользовался, ну наверное даже, ну как минимум не меньше, чем светлой. То есть по дисплею смартфон мне очень даже понравился. Железо и производительность. В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 870. Вариант по памяти 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной быстрой памяти UFS 3.1. Это топовое флагманское железо. Правда, да, все верно двухкодичной давности. Но запас по производительности все еще есть. К примеру, давайте посмотрим на Antutu Benchmark 10 версии. Смартфон набирает 807 тысяч баллов. И постоянные зрители моего канала знают, что я долго, уже довольно-таки давно, около двух лет использую Realme GT Neo 2, в котором установлен точно такой же процессор Snapdragon 870. Но только версия по памяти у меня значительно меньше, 8х128. И что я скажу, за два года он не утратил своей актуальности и достаточно быстрый, шустрый процессор на сегодняшний день. Учитывая то, что здесь больше объема памяти, то запас по производительности еще будет больше, еще лучше. Давайте для примера выгружаем из памяти все основные приложения, все приложения, даже которые были. Запускаем, например, тот же самый Instagram. Смотрите, моментально загружается, отлично работает. И все это я сейчас еще специально тестирую на мобильном интернете 4G. Это как раз некоторые интересные показатели еще будут по автономности. На Wi-Fi может работать еще лучше, еще быстрее. Далее, что еще? YouTube. YouTube, смотрите, моментальная загрузка. Scroll плавный, как в первом, так и в втором варианте. Вопросов никаких. Twitter. Давайте Twitter. Смотрите, даже Twitter плавно идет, потому что, например, в некоторых даже флагманских смартфонах и производительных Twitter не всегда работает плавно. Здесь достаточно плавно. Play Market без вопросов. Камера запускается. Ну и давайте тут же самый Instagram. Как вы видите, не перезапустился, не перезагрузился. Приложение держится в памяти и не перезагружается. И это хорошо. Этой производительности достаточно для всех стандартных бытовых приложений, соцсети, мессенджеры, серфинг, интернет, прослушивание музыки, видеоролики и прочее. Игры. По играм могу сказать, что здесь все неплохо. В основном вы будете играть на высоких настройках. Но если хотите более детальные тесты по производительности, по троттлингу, ждите полный подробный обзор и опыт использования. Там уже я немножко больше деталей расскажу. Ну а если так, в целом, в повседневном использовании смартфон практически не нагревается. И благодаря тому, что здесь металлическая рамка, она еще неплохо отводит тепло. По итогу производительность здесь отличная, несмотря на то, что здесь далеко не новый процессор установлен. Но все еще он работает хорошо и просто замечательно справляется со всеми стандартными задачами. Для бытовых задач здесь есть еще даже просто-напросто огромный запас на будущее. И даже в играх вы можете поиграть. Ну пускай даже не все вы можете устанавливать игры на максимальные настройки. Но основная масса на высоких и иногда даже на максимальных вы можете использовать на этом смартфоне. Правда, по производительности это не самый производительный смартфон за эти деньги. Можно найти немножко более производительное железо, например, Poco F5. В Antutu, например, он набирает 1 миллион 127 тысяч баллов против 800 тысяч баллов. Но это не означает то, что Poco F5 будет лучше в повседневном использовании, нежели Oppo на менее производительном процессоре. Программное обеспечение также играет очень большую роль. Программное обеспечение и Android. Смартфон сейчас работает на версии Android 13 и ColorOS 13. Напомню, что он пришел ко мне на Android 11. Была куча разных обновлений. Все, смартфон обновился. Сейчас на самой последней версии программного обеспечения работает отлично. Каких-либо вопросов, подтормаживаний, ничего нет. Работает практически идеально. Мне нравится. Быстрый, шустрый, плавный. Все оптимизировано. Дополнительные фишки и плюшки по типу блокировка двойным тапом, разблокировка двойным тапом. Также здесь работает. Ну и плюс ко всему, может быть кому-то интересно, то есть возможность расширить дополнительную оперативную память до 12 гигабайт. Плюс 12. То есть в итоге 12 плюс 12. 24 гигабайта оперативной памяти. Зачем такие объемы? Я, честно говоря, не понимаю. Но вот как-то так есть работает. И не нужно слушать тех, кто рассказывает, что этот смартфон обновлять больше не будут. И это уже мертвый смартфон. Это абсолютная чушь и неправда. Потому что там некоторые даже писали в комментариях, что спустя год такие смартфоны забрасывают и не обновляют. Нет, это полная чушь. У меня есть несколько аргументов. Первое, это то, что у меня были смартфоны от компании BBK, которым уже 2,5-3 года и которые еще получали обновление. Ну и второй аргумент, это то, что перед записью этого видеоролика буквально за 2 дня пришло очередное крупное обновление на этот смартфон. Так что поддержка все еще есть, все еще будет. И я как минимум уверен, что 14-й Android этот смартфон должен получить. И не забываем, что патчи безопасности еще будут приходить год, а может быть и два. Так что этот смартфон еще 2-3 года будет актуален и можно будет пользоваться как по железу, так и по программному обеспечению. По сети и связи много рассказывать не буду, потому что здесь все нормально, вполне адекватно. Вот сейчас вы также можете увидеть, что сим-карта установлена. 4G работает. Есть здесь поддержка и 5G сетей. Я установил сюда свою сим-карту. Пользуюсь интернетом, Wi-Fi. Wi-Fi двух диапазон и 2,4 и 5 ГГц. 6-го поколения есть, работает. Bluetooth 5.2, GPS GLONASS есть. NFC и бесконтактная оплата есть. И работает здесь все отлично. А еще меня очень приятно удивила работа компаса и навигации в этом смартфоне. Компас всегда быстро, правильно и точно показывал направление. И это я говорю почему, просто потому что в сравнении с другими недорогими или же аналогами в цене этого смартфона есть зачастую проблемы с указанием правильного направления. Иногда не точно показывает, иногда показывает от фонаря, но нет, здесь очень это все хорошо отображается. И для навигации смартфон мне очень даже понравился. Я использовал его и могу констатировать то, что компас и навигация здесь работают хорошо. Камера. В смартфоне установлено 4 модуля камеры. Основной на 50 Мп это iMX 766 с оптической стабилизацией. И внимание, далее. 16 Мп широкоугольный модуль камеры. Нормальный, в отличие от тех, которые сейчас устанавливают. И в смартфоны там даже по 500 долларов устанавливают несчастный 8 Мп модуль камеры, который практически ни на что не способен. Плюс ко всему, телевик на 13 Мп. Точнее, это оптический двухкратный зум. Честный двухкратный зум, с которого можно будет еще немножко больше адекватного зума получить. Ну и двухмегапиксельная макрокамера, простая обычная затычка для вида, для красоты. Набор камер очень даже хороший и шикарный, и в реальности без конкурентов за эти деньги. По записи видео здесь также все очень хорошо, потому что смартфон может записывать видео в Full HD и в 4К. При этом может записывать видео при 30 и при 60 кадрах в секунду. А при 30 кадрах в секунду смартфон может даже переключаться между модулями камеры. Вот так вот вы можете переключиться на широкоугольный модуль камеры. Дальше на основной модуль камеры и дальше на оптический двухкратный зум и вплоть до 20х цифрового зума. И да, при всем этом будет еще работать и программная, и оптическая стабилизация. Пример записи видео на смартфон Oppo 6 Pro. Это основной модуль камеры Full HD 30 кадров в секунду. При частоте 30 кадров в секунду есть возможность переключаться между модулями камеры. Обратите внимание, сейчас вот 0.6х широкоугольный модуль камеры и идет переключение. Правда, вот это вот 1х. Ну, во-первых, скачок при переключении между модулями заметен. Немного меняется цветопередача, хотя незначительно вот сейчас широкоугольный модуль. Ну, а минусом я бы больше назвал то, что нет плавного и удобного переключателя между камерами. Вот сейчас мы, например, 3х, давайте на 2х кратный зум, вот 2х кратный оптический, напомню, зум. То есть переключаться можно сразу между 3-мя модулями камеры. Широкоугольный, основной модуль и оптический зум 2х кратный. Ну и вкратце, подводя итоги по камере, хотелось бы сказать, что она здесь хорошая, точнее набор камер здесь хороший. Фотографии получаются контрастными, насыщенными, яркими, приятными, без какой-либо дополнительной обработки и танцев с бубном. Ну и в целом, по набору камер и по совокупности всех параметров камер в этом смартфоне, аналогов и конкурентов ему однозначно нет в этой ценовой категории. Нужно брать что-то дороже, что-то выше, чтобы было конкурентно способное. Звук. По поводу звука я много говорить и рассказывать не буду, потому что здесь все неплохо и все стандартно. В этом смартфоне установлено 2 динамика, основной на нижней грани и он уже более громкий и более тихий и вспомогательный на верхней грани. В простонародье такое звучание называется как полуторка. Давайте быстрый тест, максимальная громкость. Не знаю, настолько хорошо это было слышно, но звук достаточно громкий, объемный и его будет достаточно для выполнения множества задач и для повседневного использования. Если же говорить по поводу звука в наушниках, то он также здесь очень даже неплохой. Я бы даже сказал, ну немного выше среднего, это как минимум. И плюс ко всему здесь есть дополнительные настройки Dolby Atmos и вы можете более детально настроить звук в этом смартфоне. Автономность. Для начала немного цифр. В смартфоне установлена батарея с емкостью 4500 мАч. Все тесты я проводил при частоте дисплея 90 Гц, всегда был включен Always On Display и светлая темная тема использовалась по очередности. Теперь давайте поделюсь с вами результатами реального использования этого смартфона. Ну и вот один из примеров. Смартфон разряжен до 15%, заряжен он был ровно одни сутки назад, при этом дисплей проработал 8 часов 13 минут, использовалась темная тема. Второй пример. Также смартфон разряжен до 15%, заряжен он был 22 часа назад, дисплей при этом проработал 7 часов 17 минут, использовалась светлая тема. И плюс ко всему во всех этих сценариях использовалась мобильная сеть 4G. Вот пруфы по трафику данных и как вы можете увидеть, вот эти вот два дня, когда использовалась чуть меньше чем 5 ГБ мобильного интернета. Заряжается смартфон достаточно быстро, комплектная зарядка с мощностью 65 Вт, за первые 10 минут заряжается он на 41%, за 20 минут на 72% и полностью заряжается за 38 минут. Ну и несмотря на то, что здесь установлена не самая быстрая зарядка на сегодняшний день, но к слову быстрее чем в Samsung и в iPhone, и к слову основная емкость батареи этого смартфона будет набираться за 20 минут или даже немножко меньше. И вот этой вот основной емкости зачастую будет достаточно на день активного использования. По способам разблокировки много говорить не буду, скажу лишь только то, что сканер отпечатка пальцев находится под экраном, работает отлично, вопросов никаких не возникает. Ну и по поводу разблокировки, как вы видите моментально разблокируется с помощью фронтальной камеры в горизонтальном вертикальном положении, без разницы. Работает отлично. Ну и вот плавно мы подошли к самому, наверное, интересному моменту, это цена. Ценник на этот смартфон перед записью этого видеоролика специально посмотрел, проверил, составляет 330 долларов. Это уже неплохой ценник, но хотелось бы напомнить, что на любой из распродаж можно цену снизить еще где-то на 50 долларов, плюс-минус 5 долларов. Я сделал точно так же и на распродаже можно было приобрести вот этот вот смартфон уже за 280 долларов. А вот теперь внимание, за 280 долларов у этого смартфона аналогов и конкурентов нет, от слова совсем. 330 долларов это также хорошая цена и в свое время Realme GT Neo 2 стоил примерно таких же денег, правда версия по памяти тогда была 8 на 128. И ближайший смартфон, который хоть как-то может конкурировать, это Poco F5. Конечно же, да, он может конкурировать по процессору, но по всем остальным параметрам, конечно же, он будет хуже. Ну и плюс ко всему версия по памяти там будет 8 на 256. Здесь 12 на 256. Ну и выводы. Что можно сказать по выводам по этому смартфону? А то, что он оставил очень много приятных и положительных впечатлений. И то, что за ту цену, за которую его можно купить в особенности на распродажах с дополнительной скидкой, у него однозначно никаких аналогов нет. Если взять вот по совокупности все параметры, аналогов этому смартфону за ценник там около 280 долларов до 300 долларов однозначно нет. Да, возможно, вы найдете по какому-то одному параметру, например, по процессору, но по совокупности всех параметров однозначно аналогов нет. А в целом отличный смартфон с хорошей камерой, материалами корпуса, дисплеем, производительностью и компактными размерами на каждый день. По данному видеоролику у меня в принципе и все. Все ссылки на этот смартфон оставлю в описании под этим видеороликом. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый и второй канал в YouTube, телеграм-канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие как мы с вами обычные люди, общаемся друг с другом, помогаем друг другу решать те или иные вопросы, те или иные проблемы и помогаем с выбором, подбором устройств и гаджетов. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok